Летний оздоровительный сезон В год ребенка на детское оздоровление из бюджета Омской области выделено порядка 400 миллионов рублей. В экологически благоприятных условиях дети получали качественное питание, медицинское обслуживание, проводились оздоровительные процедуры, культурно-образовательные и развлекательные мероприятия. Каждый оздоровительный лагерь мог предложить отдыхающим интересные сюжетно-ролевые развивающие программы. Итак, лето детям. Дети, солнце и вода – это лагерь навсегда. В лагере мы будем жить с экипажами, дружить. Лагерь «Березка» Москаленского района расположен неподалеку от рабочего поселка, в живописных рощах Березовой, Дубовой и Сосновом Бару. Отдыхающие размещены в восьми теплых спальных корпусах. За лето этот оздоровительный лагерь принимает около 900 детей из всех районов Омской области. Смены проводятся в форме сюжетно-ролевой игры «Поколение Некст» в поисках приключений. Традиционные отряды здесь – экипажи, которые путешествуют по просторам космоса. Интересно в лагере всем – и педагогам, и взрослым ребятам, и самым маленьким. Уже не первый год Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области совместно с москаленскими специалистами активно ведется работа по адаптации в социальной среде детей из неблагополучных семей, которых небольшими группами распределяют по оздоровительным лагерям. В нынешнем году бесплатное оздоровление в лагерях Омской области получили около 2000 детей, находящихся в социально опасной ситуации. И хотя к таким отдыхающим внимание повышенное, у педагогов нет какого-то особого разделения. Здесь все равны. Почти три недели без мобильных телефонов, интернета и телевизора. Здесь нет дискотек и киосков с мороженым. Участники смены живут по строгому распорядку и добровольно отказываются от привычных для их сверстников развлечений. Кому-то покажется – почти армейская дисциплина. Но эти дети лучше многих взрослых понимают, что такое настоящий духовный рост. В их ежедневном расписании молитвенные правила и богослужения, занятия по истории церкви и основам православной культуры. Этим летом на территории лагеря открылась часовня в честь святых царственных страстотерпцев. Здесь юных прихожан знакомят с историей семьи Романовых. Сюда же дети могут в любое время прийти помолиться, побыть в тишине и уединении. Еще одна особенность смены – обязательные беседы со священником. Как справиться с чужой жадностью или гордыней? Почему нельзя сквернословить? Зачем почитать старших? Здесь вместе ищут ответы на каждый вопрос, волнующий ребенка. Запретов нет, обсуждаются любые темы – от жизнеописаний святых до собственных бытовых неурядиц. За 18 дней православной смены ее участникам не просто предоставился шанс раскрыть творческие способности и найти друзей с похожими взглядами и увлечениями. Этот лагерь помог каждому обрести личный, практический опыт духовной жизни и сделать первые шаги на пути поиска себя настоящего. На память о случившихся здесь преображениях осталось это дерево с сотнями лепестков, где записаны самые заветные желания юных верующих. Четыре взвода, 75 бойцов, 25 жилых палаток. Нет, это не стратегический объект на острове Пвода-Хартыша. Это палаточный лагерь пострелята, куда уже несколько лет Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области направляет для оздоровления подростков, нуждающихся в поддержке государства. Лагерь находится на живописном острове. Доставляют ребят сюда специальные катера МЧС. Отрезанные от благ цивилизации, ребята 24 часа в сутки находятся на свежем воздухе. В интересной форме проводятся мастер-классы – игровой, музыкальный, спортивный, туристический, дисциплинарный. Многие из ребят до приезда на остров не знали песен, не держали в руках винтовок и не представляли, что такое жизнь в палатках. Здесь на помощь приходят вожатые. Сами бывшие пострелята, среди которых спортсмены, туристы, музыканты. А директор лагеря – Роза Гвоздева, мастер спорта по стрельбе. Поэтому за 10 дней на острове ребята получают максимум полезных навыков и интересной информации. Палаточный лагерь рассчитан на 60 детей в смену. И это позволяет вожатому найти индивидуальный подход к каждому ребенку. Помочь ему самореализоваться, не потеряться в толпе, проявить себя, обрести настоящих друзей. В этом году в роли вожатых ребята из волонтерского отряда «Жизнь», пропагандирующие здоровый образ жизни, веселые, активные и креативные. Четырехразовое питание, специальный питьевой режим. Несмотря на то, что лагерь палаточный, в нем обеспечивается максимальный уровень комфорта. Умывальники, стационарный туалет, круглосуточное медицинское обслуживание и охрана. Три палатки отведены для столовой, есть пищеблок и кухня. Подвоз продуктов ежедневный, причем только полезных и вкусных. Седьмой год подряд на базе Танково-инженерного института Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта организует палаточный лагерь «Шанс». Около 200 подростков из 13 районов Омской области проводят неделю в полевых условиях. Знакомятся с азами военного дела, учатся обращаться с оружием, тренируются в строевой подготовке. Участвуют в спортивных соревнованиях, культурно-массовых мероприятиях. Занятость стопроцентная, но не потому эту смену считают особенной. Контингент подростков специфический. Организаторам очень важно дать ребятам возможность получить от взрослых за время смены разностороннюю помощь. Подросткам на дружеские встречи приезжают ветераны боевых действий, представители молодежных движений. В лагере работают психологи и социальные педагоги. В игровой форме или в беседе по волонтерскому принципу «равный равному» подсказывают они ребятам с непростой судьбой, как искать выход из сложных ситуаций. Каждое лето в оздоровительных лагерях Омской области отдыхают 2000 подростков группы «Риска», которые состоят на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. Финансирование таких смен идет за счет областного бюджета. Родителям путевки ничего не стоят. Но организаторы уверены, что если всего лишь часть подростков откроют для себя что-то новое и воспользуются этим шансом измениться к лучшему, то все вложения и усилия не будут напрасны. Другая профильная смена была проведена в лагере «Березка» для детских общественных организаций «Лидер» и юных журналистов «Новый взгляд», в котором приняли участие 330 подростков из муниципальных районов и областного центра региона. Ребята могли выбрать для себя обучение по нескольким направлениям. Лидерство, организация досуга, спортивных и туристических мероприятий, школа вожатых. Каждый мог поделиться собственным опытом, почерпнуть для себя новые знания. Оздоровительный лагерь «Зорница» расположен в экологически чистом районе Омской области, селе Подгородка. Каждое лето здесь с удовольствием отдыхают школьники, в основном дети из семей сотрудников уголовной исполнительной системы. 2011 год объявлен годом российской космонавтики. Авторы программы решили не отставать от общенациональных тенденций, и работа лагерной смены проходила, так сказать, в открытом космосе. В «Звездном городе» экипажи передвигались на космолетах. Уворачиваясь от метеоритного дождя и комет, соблюдали законы чистоты, доброты, заботы и свободы. Ежедневные оздоровительные процедуры, экскурсии, походы, специальные курсы по туризму и краеведению, сплавы по реке. Отдыхающим в палаточном лагере «Истоки» скучать не пришлось. На озере Ленёво Муромцевского района в этом году успешно прошли смены «Туризм для всех», «Лесные робинзоны» и «Спортивный туризм». За время отдыха педагоги выявили положительное отношение детей к себе и окружающему миру, уверенность в себе, наблюдательность. Не мог дождаться, когда в лагерь уже поехать. Я когда приехала, это, ну, обрадовался. Мне здесь очень нравится. Здесь такая природа хорошая. Тренироваться, созданы все условия для тренировок. Велики дают на прокаты ролики. Учат много чего. Песен много наук. Учат, под гитарой пели. Много страшно сидим. Научат военному делу. Ну и так у нас просто конкурсы. Там в футбол играем, в волейбол. То колесо делаем, то на шпагат садимся, то мостик делаем. Летний сезон завершен, но на этом организация отдыха и оздоровления не заканчивается. Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области работа в этом направлении ведется круглый год. С апреля по декабрь и в каникулярное время дети отдыхают в санаториях и лагерях санаторного типа. Редактор субтитров А.Семкин